добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас семинар состоит из двух частей но которые были в рассылке анонсированы во-первых доклад виктора не авитоса нашего постоянного участника который но я отсылаю вас к его странице на сайте академия иду где выложены у публикации по греческой мистической традиции по сравнению христианских духовных практик с скажем так со сравнениями византийских и сирийских духовных практик с духовными практиками других традиций христианских и не христианских и виктор активно работает над сирийскими текстами по доступным переводом и написал уже много работ на этот счет которых сделал интересное наблюдение но и на нашем семинаре когда мы шли подряд по тексту 3 тома исаака сирина привлекая текст из его второго собрания первого собрания виктор делал важное наблюдение которых потом мы выковали определенные концепции уже достаточно ясные и убедительные которые нам помогли понять многие вещи у марыс хака неневийского и так сейчас на первой часть семинара прозвучит доклад виктора который будет посвящен теме которые которые постоянные участники семинара осведомлены а для кого-то это термин будет новым и основа выведу его на доске на этот термин которым исаак сирин обозначает особый вид духовного делания который отличается у него ну то есть это отдельный термин да и ясно что описание этого дела не не сводится у него не к молитве не к созерцанию хотя на определенных этапах мистического опыта эти понятия становятся одним до стоящие явления за этими словами становятся одним это понятие буквально означает размышления и здравствуйте мы на семинаре нашем поняли что за этим стоит нечто превышающее уровень слов и превышающее уровень образов и виктор сегодня сделает доклад посвященный этой теме в которой он на основе текстов исаака сирина из третьего его дома из других его собраний покажет как вот то делание да то мистическое явление которое стоит за этим термином до рга или рга восточно-сирийской традиции как она осуществляется на средней степени делания на душевной степени делания я сделал исследование термина изумления в сирийских текстах он мар и саком передается двумя терминами сирийскими один термин темха а второй термин техра значит вы сделали тогда предположение на прошлом семинаре что это разные значения первое относится к духовному уровню второе к душевному уровню и я провел это исследование по первым двум тома кроме третьего у меня третьего нет оригинала текст к сожалению вот и там действительно это предположение подтвердилась вот и это позволило мне даже как бы прояснить некоторые сложные моменты для понимания в текстах мар и сака поэтому мне хочется и поблагодарить у вас максим клевочки поздравить еще одной интересной терминологической особенностью текстах мар и сака вот я вывел на экран определение термина херга из третьего тома здесь есть слово изумляется вы посмотрите какой там стоит термин сирийский пока я буду тут дальше рассказывать значит да я я в принципе помню но сейчас я проверю что по памяти не нажать если говорить о тушевном уровне делания херга то это в основном марок сак говорит об этом больше всего в беседе 10 2 тома значит эта беседа называется а чине с отчине созерцания херга и о различных видах его и что является главной составной частью его и о просветленном служении разум то есть вот эта вся беседа посвящена именно херга и причем посвящена она именно деланию херга вот мы ее рассмотрим в этой беседе говорится о четырех видах ведения причем значит если значит обычно переводчики переводит как знание но мар и сак все-таки переводе значит использует слова значит знания она одинаковая что нет различия в сирийском тексте между знанием и ведением но в исихадской литературе в русской в русской исихадской литературе между знанием и ведением есть существенная разница знание это то что мы получаем из книг и чтения из размышления о чем-то а ведение это то что мы получаем от бога я я тоже сделаю такое пояснение терминологическое да вот этот ключевой термин обозначается словом и за знание она если кто сталкивался с современным эвритом или древнееврейским на и глагол я да я за знать да это вот его арамейский родственник и действительно когда мы разбирали слова трех степенях знания трех степенях ведения у исаака сирина мы видели что он первую степень знания обозначает этим термином и он говорит там и рациональным знания которое стремится все прочитать и который приводит человека к опасениям и страху и знание которое получается из книг духовное научение он этим же термином обозначает и чувствование бога то есть духовное знание тоже обозначает этим термином и соответственно возникает вопрос как его передавать потому что есть хороший славянский аналог ведения который указывает на мистическое знание и александр преображенский говорил справедливо что подобные термины указывают читателю что он в неком новом мире со своим правилом что ему нужно отложить свои привычные представления но вместе с тем марас хак термин используют единообразно да вот соответственно виктор вы используете термин ведение вашем вашей статье и вашем докладе а вот смотрите здесь перечисляется четыре вида ведения не знания о ведении первое ведение это обедение о телесном служении казалось бы тут ну что это знание которое мы приобретаем на телесном уровне каких-то делали да но нет здесь речь идет о виде не поясни почему так дальше видение искусственного объединенного служения здесь тоже сразу дружно понять но если прочитать беседу то становится понятно что это видение об искусственном развлечении между страстей страстями и добродетели дальше видение о сокровенном борении против помыслов и страстей и наконец видение просветленного служения которое в боге она бывает единственным образом с богом это как раз вот то самое херга созерцание уже духовное созерцание просветленное здесь используется термин сапуя который или сапуя то как просветленность да это то самое что у марха иосифа хозяй означает ясность как вы говорите место ясности у меня это будет переводиться как просветленную потому что шапья или шапья шапья ясный да вот имя мустафа арабская ты родственник этого арамейского слова до сапья и леса шапья или шапья восточно-сирийском да извините что перебил до нас и как просветленный переводить его так вот смотрите первые три вида видений марсак называют ведением действий и она обретается в деятельном опыте борьбы с телесными страстями и стяжание добродетели с помощью молитвы и созерцания херга вот он говорит ведением действий он называет то видение которое рождается из служения и состязания со страстями согласно установленным заповедям умудряется человек в том что относится к закону я тут дополняют заповеди когда созерцает херга добавляю слово откровение о них и пользуется ведением они значит что вот здесь я хочу обратить на что внимание что это введение действий которое значит во время состязания со страстями открывается человеку от бога дальше а знаний действий можно прочитать духовных сочинений а знаний действий можно почитать в духовных сочинений святых отцов и поразмышлять над ними но введение действий открывается подвижником благочестия святым духом через откровении созерцаний когда совершаются действия добродетели ибо доброделание и созерцания соединены между собой в единое целое как тело и душа человека вот здесь я отлетаю Привожу цитату Марес Хака. «Как невозможно, чтобы душа пришла в бытие и рождение без завершения внутриутробного образования состава тела, также невозможно, чтобы созерцание, вторая душа, которая есть дух откровений, зародилось бы в очреве разума, приемливающего в изобилии вещество духовного семени, без телесного труда добродетеля. Созерцание, таким образом, есть умственная область, получающая откровения». «Созерцание из понимания божественных тайн, сокрытых в изреченных вещах». В прошлый раз я эту цитату уже приводил, вторую ее часть, и обращал внимание на то, что созерцание – это получение откровения от Бога, восприятие этих откровений и понимание этих откровений. А здесь, в первой части, Марес Хак обращает внимание на то, что созерцание невозможно без добродетель, без доброделания. Если человек не совершает добродетель, то и не будет откровения. Это важное, это он подчеркивает, так же соединено, как тело и душа человека. Душа не может существовать без тела, и тело не может существовать без души. Это вот важный момент, чтобы понять, откуда берется ведение о действиях. Оно берется не из чтения книг или там святых отцов, о том, как бороться со страстями, а когда человек борется с ним, совершает добродетель. Всякий раз, когда подвижник силы воли преодолевает силу греха, его разум просветляется непогрешимым ведением добродетеля. Я здесь пишу с большой буквы добродетеля. Которая есть плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Вот что такое добродетель. Значит, здесь я ссылочку приведу, значит, цитату из Максима Исповедника. Плоть слова есть истинная добродетель, а кровь – непогрешимое ведение. Об этом ведении не прочитаешь в книгах, ибо оно неизреченно, но оно открывается духом созерцания и херга, как прозрение в духовный смысл и силу заповеди любви. Цитата. Когда знание покидает, вот эта цитата, которую вы, Максим, приводили с первого тома, первое упоминание созерцания херга, и там я хочу ее тоже привести, чтобы показать, на каком этапе появляется это. Да, это 27-й трактат в русском переводе. В восточно-сирийской версии – это 51-й трактат, тот самый, который о трех степенях знания, который мы разбирали не так давно. Да, 51-й, все правильно. Ну вот смотрите, когда знание покидает эту первую противоестественную степень и поворачивается к созерцанию херга и душевной любви, душевная любовь – это, я бы так сказал, к заповедям любви, к исполнению заповедей любви, которые нам оставлены Господом. Да, это то, что Андальяцкий называет хубба, в отличие от пламенеющей любви рэхэмса. Хубба для него – это любовь, реализующаяся в исполнении заповедей. Вот и здесь это душевная любовь. Ну вот видите, вы так термин сирийский интерпретировали? Или что? Хубба. В сирийском есть два термина для обозначения любви. Один – хубба. Прекрасно. Опять, есть арабское имя Хабиб, которое тоже рост на этом арамейскому слову, по-сирийски «ахев» – любить. Есть слово «рэхэмса» – любовь, которое в школьной антропологической традиции церкви Востока определяется как пламенение хубба. То есть это, если брать на бытовом уровне, то это эмоциональная составляющая хубба. То, как эта хубба проявляется в виде… Как оно… Не хочется слово «эмоция» здесь использовать. Наверное, лучше, чем сказано в антропологических церквях. Некая душевная возбуждение. «Рэхэмса» – это пылание хубба. То есть хубба – это расположение, а «рэхэмса» – это особенное трепетное отношение, которое проявляется в этом расположении. И возникает вопрос. Сирийские мистики используют эти два термина, говоря о мистической любви в одном смысле или в разных смыслах? И вот считается, что Эандольятский хубба и «рэхэмса» разграничивает. Но он об этом сам пишет прямо в своем слове о двух этих видах любви. Он говорит, что хубба связана с деланием заповедей. «Если любите меня, исполните мои заповеди», – говорит Христос. «Ты делаешь то, что должен, и в этом проявляется твоя любовь к Богу. Но когда тебя охватывает действие Духа, и любовь для тебя становится пламенем, которое уже связано не с твоим деланием заповедей, а уже…» Вот мне тоже нравится, что «рэхмасмшиха» – это и любовь Христа, и любовь ко Христу. И, очевидно, тут нет различия, потому что это единое состояние. Вот эта мистическая пламенеющая любовь, сжигающая человека – это «рэхмса». И в переводе корпуса Дионисия Риапагита этот термин «рэхмса» передает греческое «эрос», в то время как хубба, как правило, передает греческое «агапе». И вот Эандольятский четко это разграничивает. Поэтому, как вы сказали, Виктор, что душевная любовь – это любовь делания заповедей, у Эандольятского – это вот именно одна из степеней любви в самом деле. То есть для него хубба, которая соответствовала бы нашему душевному этапу, она связана с деланием заповедей. Ну вот видите, как прекрасно. То есть ваше филологическое исследование, оно совпадает с моим интуитивным пониманием контекста вот этого цитаты. Теперь дальше, смотрите. Короче, когда после противоестественного степени видения поворачивается к созернию Херга и исполнению заповедей любви, оно совершает вышеописанные прекрасные дела благодаря соединению естественного света душевных стремлений с телесными чувствами, а именно там пост, молитва и так далее. На этой средней стадии видения все прекрасные дела и превосходные перемены, которые обнаруживаются в душе, и удивительные состояния, которые возникают в Церкви Христовой, совершаются под влиянием силы Святого Духа. Дух прокладывает в нашем сердце пути, ведущие к вере. Вот здесь я как бы обращаю внимание жирным шрифтом, что под влиянием силы Святого Духа. То есть человек уже на этой стадии, он уже его воля, она соединяется в какой-то мере с волей Святого Духа, и Дух движет его к совершению и исполнению заповедей, и движет его к этому созерцанию. Дальше. В этой цитате говорится о созерцании Херга, о котором человек, только ставший на путь истины, еще не имеет никакого представления. То есть он вообще от созерцания никакого представления не имеет. Так же, как не имеет представления об истине, но он уже становится на путь истины. К познанию истины подвижник приходит на более высокую ступень душевного ведения, который Марс как называет созерцательным этапом на второй ступени ведения. То есть вот эта вторая естественная ступень ведения, она имеет два этапа. Первый этап – это очищение от страстей плотских, а второй этап – это созерцательный этап. Так вот, к этому созерцанию Херга уже осознанно человек приходит на втором этапе, но он уже, став на вторую ступень ведения, уже поворачивается к этому созерцанию. И дальше. И поэтому переход на душевную степень является поворотом к созерцанию внутренних духовных смыслов заповеди любви. То есть вот смотрите, как здесь соединяется созерцание Херга и исполнение заповеди любви. Сначала человек только читает эти заповеди и пытается их исполнить и совершить добродетель, и через совершение добродетель ему открывается в духовном откровении смысл этих заповедей и что такое любовь. И это и есть такие прозрения, которые выходят уже на духовный уровень созерцания Херга. Поэтому Мар-Исхак в этой цитате и говорит, поворачивается к созерцанию и исполнению заповеди любви. А поворот к созерцанию – это поворот к тому, что открывается Духом Святым, когда он ведет его через эти добродетели. Можно сразу задать вопрос вам, Виктор? То есть где в вашей реконструкции здесь занимает второе естественное созерцание? То есть видение… Ну тоже, я поясню для тех, для кого этот термин будет новым, вторым естественным созерцанием первый созерцательный опыт на пути мистика называют видение творений. Вот есть пункт 24. Называется темное созерцание. Вот. В этом темном созерцании есть созерцание Херга второго рода. Вот здесь то, о чем вы спрашиваете. К этому мы можем вернуться. Но попозже как-нибудь, может быть, в другом докладе. Да, то есть вопрос мой скорее был связан, что когда вы говорите о созерцательной части второго этапа, вы имеете в виду не то созерцание телесных, которое у Иосифа Хазаи бывает… Не-не-не-не-не-не. А более годы. Хорошо, вот в этом был мой вопрос. Это еще не созерцание второго рода, темное созерцание. Это подпункт. Да, в этом был смысл моего уточнения. Да, то есть вы говорите уже о духовном созерцании. Я пока говорю, скажем так, о прозрениях, которые возникают во время доброделания, во время действий. В начальном этапе деятельной борьбы со страстями превосходные перемены, которые совершаются под влиянием силы Святого Духа, просветляют разум незаметно. Но просветление проявляется в понимании того, о чем пишут отцы в книгах. И тогда чтение и размышления становятся осмысленными, умудряют подвижника и в свою очередь рождают силу для преодоления греха и понимания смысла добродетели. Деятельные прозрения от Святого Духа рождают веру, устребляющую разум к познанию Бога и постепенно подготавливают подвижника к переходу от внешнего служения к поиску Царства Небесного внутри своего сердца. Переход от внешнего к внутреннему сосредоточению разума, осуществляется с помощью непрестанного молитвенного делания, которое в настоящее время называется умным делованием Иисусовой молитвы. А Мар-Исхак называет просто молитвой. Об этом я говорил, не знаю, не помню, говорил ли в первом докладе, но этому посвящена первая часть, там где я показываю, что такое молитва в понимании Мар-Исхака. Под молитвой он понимает как раз вот эту созерцательный этап душевный, когда человек переходит к сосредоточению внутри себя, к поиску Царства Небесного внутри себя и к умному деланию. И он называет молитву созерцанием. И он говорит вот в этой беседе в 10-й, молитва же не является самостоятельной частью, отделенной от этих вещей, но она смешана с ними. Этих вещей, это имеется в виду вот этих деланий, этих ведений и действий. Но она смешана с ними, иногда порождая их, иногда же рождаясь от них. То есть то ведение, здесь он подчеркивает, что то ведение, которое обретается с помощью вот этих созерцаний, еще неосознанных, оно обретается именно на этом этапе, когда они смешиваются с непрестанной молитвой, творимой и днем, и ночью. Он там подчеркивает в беседе 10-й, что когда человек думает о борьбе со страстями днем и ночью, днем и ночью думает от этого. Скажите, кто думает об этом днем и ночью? Только тот, кто непрестанно пребывает в непрестанной молитве, творимой в синергии со святым духом, непрестанно днем и ночью. И в этом делании молитвы одновременно он думает и о страстях, и о добродетели, и о борьбе со грехом и так далее. И вот в таком случае, снова я вас перебью, да, мы, разбирая тексты Исаака и Сирина о душевном этапе, видели, как постепенно, ну, как он описывает разные, как он описывает совместное действие, как вы сказали, синергия, человеческого усилия и божественного содействия ему. Да, если на духовном этапе полностью божественные действия человека ведет, то здесь он описывает божественную силу, которая служит ответом на человеческое усилие. И вот если суккале, прозрение, которое человек находит в своей душе, относительно творений, да, это откровение, которое не от его разума зависит, то есть здесь, получается, молитва зависит не от его усилия, а как эти самые прозрения, она имеет своим источником внешнее, то есть силу духа, хотя и изнутри него, да, то есть это как раз... Хотя возникает внутри него, хотя возникает внутри него. Внутри него, но от Бога. Да, от Бога, да. Дальше. С переходом к внутренней добродетели разума, которой есть молитва, она становится источником созерцания херк, и через непрестанную молитву открывается видение о борьбе с помыслами и скрытыми страстями тщеславия и гордыни. Вот здесь я выделяю это тщеславие и гордыни, это всегда святые ци выделяют. Почему? Потому что первый этап очищения, он приходит в борьбе с плотскими страстями, явными страстями, которые видны. А вот страсти тщеславия и гордыни, они открываются на втором этапе. И святой дух начинает ему показывать эти страсти, именно когда уже переходит он к внутреннему деланию, к непрестанной молитве. Борьба с помыслами и тайными страстями является необходимым этапом на пути к Богу, без успешного прохождения которого невозможно ему зайти на уровень духовного созерцания. Но Мар-Ис-Хак предупреждает, что нельзя зацикливаться только на борьбе и искать просветление в созерцании Херга, о видении искусства борьбы с помыслами. Он говорит, а если о страстях, помыслах и их борьбе созерцает Херга он и причисляет, как следует помысл один за другим, и какая страсть соединена с какой, и каково начало первое, и каково конец ее, и какой силой обладает каждая из страстей, и от чего она ослабляется, и чем усиливается, вот это все, это в книгах не прочитаешь, хоть и пишут об этом святые отцы, но это открывается Духом Святым во время молитвы и открывается через вот такое созерцание, которое во время молитвы открывается. Так вот, если человек углубляется и стремится только постигнуть это, то он только сосредоточен на страстях и упражняет ум свой. Марис Хак дальше говорит, постоянное осредоточение ума, точнее, это я здесь пишу, постоянное осредоточение ума на мыслях о борьбе со страстями, и рождаемое благодаря такому осредоточению просветления в откровении через созерцание Херга полезно и необходимо. И Марис Хак об этом говорит. Но оно не может прекратить борение. Итак, в случае, вот цитата, «Итак, в случае этих других деланий, касается ли это телесных деланий или сосредоточения мысли на страстях и добродетели, до тех пор, пока кто-то постоянно созерцает о них, позволяя своему разуму странствовать по ним днем и ночью, этот человек то будет одерживать победы, то терпеть поражение, то он будет падать, то затем подниматься, а его мысль то очистится, то затем осквернится, то он будет погружен в падение, то он будет только прием к покаяниям. Короче говоря, он будет пребывать в постоянном сражении. И мысль Маса Раис Хака в этой беседе состоит в том, чтобы человек не зацикливался на борьбе со страстями и помыслами. А вот как раз помыслы – это основное то, с чем борется человек во время молитвы. Особенно, когда он уединяется для совершения ночью или рано утром. Но то, что мы знаем про Исихастов, когда они садятся и начинают творить внимательную молитву, и помыслы с ними – это непрестанная борьба. И вот он пытается обладеть этим искусством и ищет у Господа ответов, чтобы тот просветил его. И Господь просветляет и показывает ему, как бороться с помыслами. Но в то же время Марысак говорит, да, это хорошо, но не надо на этом зацикливаться. Вывести изборение может только погружение ума в непрестанное осозрточение на мысли о Боге в непрестанной молитве, благодаря чему ум просветается благодатью в состоянии духовного созерцания Херга. И вот Марысак говорит, но если он созерцает Херга о Боге и странствует по принадлежащим ему свойствам, исследуя одного лишь Бога, тогда он просветляется. А в этом заключаются также и вышеназванные вопросы, то есть и вопросы, связанные со страстями. Когда ум перестает свердотачиваться на мыслях о борьбе и устремляется к созерцанию Херга о Боге, тогда он обретает видение просветленного служения, которое в Боге. Это истинное видение, при котором ум поднимается превыше всего земного и душерного, включая борение со страстями и помыслами, и озаряется непрестанным созерцанием о Боге. Вот здесь я приведу дальше цитату, которая очень показательна. Вот он говорит, что до сих пор человек просветлялся видением о действии, а есть видение истины. И он говорит, видение истины, есть то видение, при котором ум поднимается превыше всего и озаряется непрестанным созерцанием о Боге, Херга. И одной лишь надеждой посредством мысли бывает он возвышен к Богу. Это видение не учит нас видению страстей или служения, не показывает нам их, но оно выводит нас из состязания и мысли о них, смешивая нас с Богом в своих движениях. Вот смотрите, когда человек возвышается к духовному созерцанию, то он поднимается о Боге, тогда он поднимается выше страстей. Ну, это я уже в прошлый раз отмечал, что в духовном созерцании человек утрачивает памятование о земных вещах, о своем теле, о телесных чувствах, о страстях, о душевных переживаниях, в том числе радости и так далее. И он выходит из всего этого и пребывает в созерцании Херга. Ну, вот посмотрите, что получается, если термин Херга переводить как размышление. Вот как переводит это же, эту цитату митрополит Алфеев. Он говорит все то же самое, только говорит, что видение истины есть то видение, при котором ум поднимается превыше всего и озаряется непрестанным размышлением о Боге. И одной лишь надеждой посредством мысли бывает он возвышен к Богу. Это видение не учит нас видению страстей или служению, и не показывает нам их, но оно погружает нас, вот он переводит, но оно погружает нас состязания и мысли о них, смешивая нас с Богом в своих движениях. Я перевожу, как выводит нас из, а он переводит, как погружает нас. И когда я посмотрел, думаю, ну что такое, почему, откуда это? Читаю у, значит, этого самого Себастьяна Брока, он там однозначно говорит о том, что человек выгружается из из этих состязаний с мыслями. И это самое, я думаю, а почему митрополит Алфеев так переводит? А он это делает намеренно. Почему? Потому что, когда человек размышляет о Боге, то размышление о Боге, естественно, погружает его желание и стремление бороться со страстями. И размышление приводит к тому, что человек погружается в состязания. А созерцание о Боге, наоборот, выводит его из состязаний. Вот видите, насколько, значит, само слово размышления, оно влечет за собой. И определенный ход мыслей переводчика при переводе текста настолько это сильно влияет, что даже намеренно нарушается правильность перевода. Максим Глебович можете потом это проверить. Я открыл, я открыл уже, там используется глагол аамэл. Я думаю, что вам будет интересно, Виктор, для ваших изысканий те филологические особенности, которые здесь откроются. Это глагол аамэл, который действительно означает погружать, и он же означает крестить. то есть слово амаза означает крещение, ну буквально и погружение, и крещение. Сам этот корень означает погружаться и креститься. Аамэл действительно означает погружать, но при этом там стоит предлог мен, который означает из. То есть действительно получается погружает из, погружает в обратную сторону, но интересно, что тут говорится еще и о крещении. И тут конечно можно вспомнить различия, которые делают мистики между крещением тела, крещением души, крещением духа. То есть здесь когда говорится о новом этапе мистического опыта, здесь можно сделать далеко идущие выводы, впрочем оправданные, в связи с тем, что это слово означает не только погружать, но еще и крестить. Это один и тот же термин. И действительно там стоит предлог мен. Явно что из этого его. вот мое предположение, что митрополит Алфеев намеренно не просто не заметил этот предлог мен, о котором вы говорите, а его просто ход мыслей был таков, что не может быть ничего иного, как погружаться в борьбу со страстями, когда человек думает об истине, о Боге, когда он размышляет о нем. А можно я минутку гляну на перевод митрополита Лариона? Он говорит погружает нас в... Да, вижу. Так, знание истины бывает возвышен к Богу, не учит нас знанию страстей и служений, показывает нам их, но оно погружает нас в состязания и мысль о них, смешивая нас, да, при этом смешивая с Богом в своих движениях, то есть явно это отсылка к мистическому опыту, который выше всякого размышления о страстях. Ну да, тут он сноску делает, смысл не вполне ясен, то есть он видит здесь на самом деле проблему, но погружать из-за вызывает вопрос, и действительно это звучит необычно, но знаете, мне это напоминает, мне это напоминает фразу из 7 трактата 3 тома Исаака Сирина. Помните, мы вспоминали, где Исаак Сирин говорит, что Бог это море, и мы находимся в море, вот там зла, страстей, несчастий, и он говорит, море благости, забери меня из этого моря, то есть он, как Ефрем Сирин, начинает сталкивать понятия, которые рационально трудно уложить вместе. Соминайте сразу, как Сергей Аверинцев говорил про замкнутую статику эллинскую и разомкнутую динамику ветхозаветной словесности, что песня красива, но если соединить между собой описание, когда сравниваются волосы возлюбленной со стадами, когда образы башен, виноградных лоз, вороха пшеницы, из этого портрета не будет. Каждый образ существует сам по себе, но при этом сирийские поэты могут еще их сталкивать между собой, но целостной картины не будет. И по-моему погружать Иса, то есть человек тонет не в этом море, где он находится со страстями, а то не в то море, которое наверху. Если действительно текст достоверен, впрочем, здесь нет у нас оснований в этом сомневаться, то Марес Хак строит парадоксальный образ, описывая движение вверх, при этом как погружение. И разумеется, имеет в виду он то, о чем вы говорите, о чем Себатинброк, как Себатинброк передал. Он говорит о выгружении, потому что Blackman говорит о том, что выгружается из состязаний. Да, да, то есть буквально погружает из, то есть погружает в себя, заставляя забыть о борьбе со страстями, вот, забывая забыть о борьбе, да. Да, да. Это очень интересно. Я хочу сказать, что вот, если бы политолог изначально читал и то, если бы он был в распоряжении, то он бы, наверное, уже вот это вот, у него трудности для понимания, он бы перевел уже иначе. Теперь дальше. При духовном созерцании Херга ум выводится изражение, потому что на духовном уровне прекращаются все помыслы, связанные с двумведением ума. Ну, здесь вот цитата есть из Марыс Хака. На духовном же уровне и в жизни духа нет ни помыслов, ни побуждений, нет какого-либо ощущения малейшего души относительно чего-либо, ибо есть, что полностью удаляется из этого и от всего, что свойственно ему. И пребывает человек в некой несказанной и неизъяснимой тишине, ибо действие Духа Святого пробуждается в нем и поднимается он в высшей области душевного знания. Истинное видение о Боге рождается во время молитвы по действию благодати. Когда ум озаряется божественным светом и восхищается на небо к ангельскому созерцанию Херга, видение истины является более высоким, чем видение о борьбе с помыслами и страстями. И когда ум познает более высокое, то он становится выше более низкого, и сражения со страстями прекращаются. Но и на душевном уровне созерцами и страстями и страстями ума во время молитвы на единой мысли о Боге, совершаемое произволением человека, также отсекает все помыслы душевного ведения и выводит нас из состязания и мыслей о них, смешивая нас с Богом в своих движениях. Такая молитва совершается чисто. Здесь я хотел сказать, молимся чисто, отрешаемся от всего и от всех помыслов, и в том числе от тех помыслов, которые связаны со страстями. И в деятельном вот этом погружении в созерцание херка мы уже как бы выходим из этого состязания, когда мы начинаем значит создавать мысль единственное Боге. Это общий массаж в этой 10-й беседе. Теперь непосредственно о деятельном погружении в созерцание херка. Видение неотделим от молитвы. Это мы уже говорили. Ибо в молитве рождаются благодатные прозрения и созерцания, через которые уму открывается единое видение об вожественной сущности. То видение, которое сокрыто от обычного мышления. А когда благодатное созерцание возникает неожиданно во время каких-то без молитвы, возникает неожиданно во время каких-либо бутилых делений, например, во время чтения или псалмопения или на церковных службах. И когда эти прозрения проносятся в уме благим прозрением духовный смысл Писания или добродетели, то в сердце раздается пламенная молитва. Значит, что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду вот этот уже этап, когда молитва непрестанно творится, но когда параллельно ты что-то читаешь или там на церковной службе пребываешь, и вдруг какое-то прозрение, то после этого мгновенного прозрения молитва усиливается и становится пламенной, чистой, горячей и так далее. И вот он говорит, что молитва же не является самостоятельной частью, отдельной от этих вещей, это мы уже говорили, но она смешана с ними, иногда порождая их, иногда же рождаясь от них. Вот это и имеется в виду, что иногда во время молитвы порождаются откровения и прозрения, а иногда же наоборот, эти прозрения порождают молитву сильную и пламенную. Здесь еще раз следует отметить, что в беседе десятой Марыс не о различных видах спасительных размышлений и знаний дискурсивного типа, а о видах созерцаний и видений, обретаемых через молитву и созерцание. И под молитвой он имеет в виду необычную молитву, совершаемую устами или умом в голове, что доступно всякому человеку. Но вы видели в первой части статьи молитвы Марыс Хак называет неприемную источную молитву и созерцаемое подвижничество, о которой он говорит. Молитва же есть созерцание, свойственное душе, которое превыше телесных или видимых действий, и она есть разумение тех реальностей, которые глубже сих совершаемых действий и напротив постигают умом и несут земные. То есть то, что постигается во время молитвы, это уже выше обычного размышления. На созерцальном этапе молитва творится с помощью благодати непрестанно, и она не является самостоятельной частью, не смешанной с духовной бранью, которая ведется не днем и ночью с помощью молитвы. Здесь вот я привожу ссылку на те параграфы 10-й беседы, где говорится днем и ночью. Не пребывает то в молитве и сражении за чистоту. Чистота молитвы это состояние чистоты ума, в котором рождается благодатное созерцание. Обретение чистоты способствует сосредоточение ума на каком-либо простом духовном смысле писания. Получается, здесь описывается переходный этап, который нас так занимал, и которым Аресхак уделяет внимание. Когда человек находится то в области воли, то в высшей области воли. И есть у него такие описания, которые мы в прошлый раз рассматривали. И вы сейчас говорите об этом этапе как раз. Когда он получается духовный этап как прозрение, а не как постоянное. Как непребывание часами в духовном созерцании. Так вот частота молитв это состояние чистоты ума, в котором рождается благодатное созерцание или прозрение. Обретение чистоты способствует сосредоточению ума на каком-либо простом духовном смысле писания. И то, над чем сосредоточено думает ум во время молитвы, о том Господь и открывает простое духовное видение, восхищая ум просветленному духом созерцания. То есть во время молитвы человек изначально входит, погружается в это созерцание с каким-то будем говорить вопросом к Богу, чтобы он просветлил его. И то, чем он сосредоточен в течение дня, потому что он уже подготовил свой ум для этого. При этом сосредоточенное думание над простой мыслью и разуме, а концентрация внимания на едином и простом смысле. Ибо мышление это движение ума, а мысли движение ума к чему-либо. И мысль является простой, пока он просто задерживает свой взгляд на чем-либо без логического рассуждения и привлечения мыслей о других предметах. Такое простое удержание внимания на чем-либо называется думанием. И вот это думание, удержание внимания на чем-либо, оно совершается во молитве. И оно отличается от сложного рассудочного мышления, называемого размышлением. это вот раз, оно как раз говорит о множестве возможностей, которое совершается с целью поиска логического смысла исследуемого предмета. Думание совершается и на духовном уровне, когда ум, силу и духа не удерживается на единой мысли о Боге. И когда ум не предстанно только о чем-либо одном, без рассеяния на другие предметы, то это называется сосредоточением ума на чем-либо. А сосредоточение ума силой духа Марис Хак называет возвышенным сосредоточением в Боге. Вот у него цитата. «Когда же он вступит в область превыше естества через приспияние в том, в чем имеют поддержку душа, тогда ум поднимается как над страстями и сражениями, вот видите, поднимается над страстями и сражениями, не погружается, а поднимается, так и над подвижничеством через возвышенное сосредоточение в Боге, которое вращается к изумлению». Здесь я желтым цветом подчеркнул, чтобы Максим Глебович смотрели, какой там термин «Превышающему все движения и прибывает в свободе от всего здешнего и в ясности мыслей, которая превыше слова». Значит, ну вот эту цитату я провел, во-первых, для того, чтобы подчеркнуть ту цитату, где мы говорили о свободе и сражении, когда поднимается превыше естества на духовный уровень. Теперь вот то, что я говорил о том, что такое душа, я хочу немножко здесь сделать отступление от Марыс Хака и процитировать то, что говорит об этом Максим Исповедник. Вот у него есть очень хорошее такое анализ движение ума. он говорит уразумение это разумным и познавательным предметом. А происходит уразумение таким образом, утверждает, первое движение ума называют мышцей. Мышцей о чем-то называют мыслью. Последнее, если задержится и оставит сообразное мыслим ему впечатление в душе, называется обдумыванием. Вы говорили об отпечатлении на прошлых семинарах, когда оставляет какой-то предмет отпечатление в уме. Вот когда ум задерживается на чем-то, то это уже мысль о чем-то. А когда еще отпечатляет этот объект созерцания на уме это впечатление оставляет, то это уже обдумывание. А обдумывание если даже испытав себя останется при том же именуется уразумением. То есть уразумение это еще не логическое рассуждение, а это заряжание внимания с отчетлением на каком-то объекте. Уразумение производит рассуждение. Вот тут появляется уже рассуждение. Название разбирающихся в таких вещах внутренним смыслом, логусом. Характеризуя его они говорят, что движение души, достигающие в ее способности рассуждения, большей полноты, какая возможно без озвучивания, от которого утверждают они слово. И это слово выражается в языке. То есть вот есть как бы в мыслительном процессе, и вам это будет полезно, Максим Глебович, при анализе когнитивных терминов в сирийском языке. в мыслительном процессе есть движения, которые связаны не как с логикой и с рассуждением. И это является так называемым обдумыванием. А потом начинается рассуждение с привлечением какой-то логики. Так вот разница в чем? Что когда человек пытается размышляет о чем-то или думает о чем-то непрестанно связанным с земными объектами, с его земным опытом, то вот происходят все вот эти движения, о которых говорит Максим Исповедник. Но когда мы думаем о Боге и о свойствах его, то понимание смысла неизреченно. И рождается не сила и ума и рассуждения, но сила и духа. Дается сразу и просто разумение и понимание духовного смысла без всяких рассуждений. И происходит это во время молитвенного осторчения ума на мысли о Боге каких-либо размышлений. Когда ума озаряется божественным светом и просвещается истинным ведением созерцания Херга. Да, и соответственно для Марасхака это наоборот освобождение от печатей, как мы видели. От печатей и от впечатлений. здесь я думаю Максим Исповедник из Аксирии, которые с земным опытом были наложены. Да, которые наложены земным опытом, потому что для него духовное созерцание выше печатей. Правда, Иосиф Хазаи говорит о том, что в чистом сердце отпечатлевается небо, но здесь пожалуй сам этот образ указывает на неограниченное. То есть ясно, что печать неба не в том же смысле, что печать какой-то вещи. Для него печать неба это как раз опыт, который превышает всякую ограниченность впечатлений. И здесь и Максим Исповедника, и Исаак Сирин оба опираются на Ивагрия Понтийского. А что за текст у Максима Исповедника? Текст вот ссылка. Богословские полемические сочинения. А вы можете потом посмотреть. Марину Марину о разумении. Да. Вижу, спасибо. Да, это очень интересное вообще письмо его, там, где подробно разбираются вот эти многие когнитивные вещи. Там о свободе воли он как раз посвящен это письмо. Я думаю, вам это будет интересно. Так, но когда мы думаем о Боге и о свойствах его, понимание смысла неизреченно. То есть мы понимаем, что вот мы можем думать о Боге и размышлять сколько угодно, но никакой логикой мы его никогда не поймем. Это понятно. Только сам Бог может дать вот этот логос понимания, который приходит во время откровения созерцания. И так, это может говорил, в обычном состоянии ум не может долго сосредотачиваться на простой мысли и либо рассеивается, либо начинает размышлять. но в православной традиции стихазма сосредотачение осуществляется с помощью непрестанной Иисусовой молитвы, во время которой ум непрестанно сосредотачивается на смыслах слов молитвы, которые сливаются в единый смысл о Боге и к нему устремляется ум во время молитвы. А при духовном созерцании херга духовное движение и сосредотачение ума совершается силой духа и в уме рождаются простые мысли, вместе с которыми в уме рождается единое и сразу без размышления истинное понимание духовного смысла и истинное видение. Но без предварительного сосредотачения разума духовное созерцание не рождается и поэтому мистики называют созерцанием херга не только пребывание ума в духовном созерцании, но и предварительное сосредотачение ума во время молитвы на той или иной простой мысли молитвенное святочение ума на простой мысли обо мне дает истинного ведь но подействию благодати сосредоточение приводит к обретению искомого и ведения через восхождение ума к духовному созерцать молитвенное святочение ума на чем-либо называется мар исхаком погружением созерцания херга о чем-либо так он говорит о созерцании херга о добродетели о борьбе с помыслами или о боге и его божественных свойств а восхождение там о новом веке а восхождение к духовному созерцанию херга он называет просветление и вот это вот просветление шапуя как вы сказали да это как раз тема шап юста да ясный шап я это ясный да так вот он как раз это самое а то есть разница шап шап я до шап я то есть этот y мы читаем как е шаф я или шап я восточно-сирийском произношении значит ясный ясный или просветленный а вот это суффикс для образования абстрактных имен соответственно шап юста это ясность или просветленность ну да то же самое да вот и так всякий человек найдет просветление в том созерцание херга который он погружается своей воли над я добавил про своей воли и в той мысли которую он усердно исследует своем уме и благодаря этому ум он умудряется и сосредотачивается на ней еще больше и бывает просветлен если думая о служении праведности он думает о ее делах то есть вот видите просветляется это есть уже откровение но перед этим человек погружается и сосредотачивается на чем-то и во что он погружается о том он и просветляется но конечно просветляется не обо всем а делах праведности только дальше о молитвенном погружении и вхождении к духовному созерцанию херга говорит имар Иосиф Хазаев блажен инок который сумел упорядочить во время молитвы свои движения и помыслы и связал их единым духовным созерцанием херга которые из памятования о господи нашем это Иосиф Хазаев видите так сумел упорядочить свои мысли и свои движения и вот и значит в результате его помыслы связывают с единым духовным созерцанием и в этом уже состоит его блаженство инок не в том что он сосредотачивался а в том а блаженство его в том что он озарен духом святым в единым духовным созерцание херга причем здесь говорится именно слово духовное созерцание херга а вот это преодоление помыслов или то есть это этап чистой молитвы или духовные молитвы для марыс хака потому что для памятования о боге тоже здесь важный термин который который мой сфаза и обращается да то здесь слово рухана духовный само по себе может не отслать еще к степени то есть упорядочивание это на ваш взгляд преодоление в смысле что он становится выше сложности или это в ограде для них как на этапе чистой молитвы свои воли сумел упорядочить это как раз значит его борьба за чистоту молитвы с помыслами которые рассеивают молитву вот это есть упорядочить свои движения свои движения и помыслы он упорядочил а потом они связываются единым духовным созерцанием херга которая уже составляет блаженство имя иоанн дольятский другой сирийский миф также говорит о молитвенном погружении в созерцание херга как о самом главном делании и инока недавно изданной книги восхождение инока которая представляет собой перевод сирийского языка первых шести трактатов муравьевым из первого тома марыс хака говорится самым важным элементом аскезы иоанн дольятский называют молитву которая традиционно для него рассматривается в двух аспектах внешним и внутренним наиболее глубокая внутренняя молитва называется у него постоянным занятием ума богом или памятованием о боге и при этом самое главное это созерцание херга которое предполагает собирание чувств и умерение сердечных движений который концентрируется на предмете созерцания что есть вот здесь как раз говорится о детьми части отделами созерцания херга вот этом погружение в зерцание хера собирание чувств и умирание сердечных движений то есть молитвенное погружение созерцание херга это общая практика для сирийских мистиков который является самым важным делание именно Но и обычное размышление не чуждо уму на созерцательном этапе подвижничества. Размышления с логическим рассуждением используются для предварительного собирания искомых смыслов, очищения их от заведомо ложных умозрений и сосредоточения внимания на сокрытом от разума духовном смысле, например, в почтении Писания или сочинении Отцов Исихастов. Ум с помощью телесных чувств и размышления собирает божественные логусы, сокрытые в символах и словах, подобно пчеле, собирающей нектар. Вот очень нравится мне эта цитата Марксака. Ищет ум словесного питания, которое давало бы ему материал для созерцания, подобно пчеле, которая облетает различные цветы и собирает с них материал, из которого изготавливает соты. То есть, видите, словесное питание с помощью размышления, когда мы читаем. И вот здесь немножко пару слов о беседе пятой, в которой приводится вот это словесное питание для созерцания. Эта беседа пятая называется сокровенной молитвой. И мы в ней можем прочесть множество слов о Боге, которые Марксак сочинил. Вот он называется так прямо в названии этой беседы. Сочинил и составил из слов сокрушительных и убедительных. И сделан единое тело из членов, гармонично соединенных, нечто полезное для созерцания херга сокровенной молитвы. Вот это единое тело из членов, это значит, когда мы прочитаем эту беседу пятую, или там послушаем в интернете, это доступно, наш ум наполняется каким-то единым смыслом о Боге, который мы как пчела собрали из тех цветов прекрасных слов, которые собраны в этой беседе пятой о Боге. Ум подобно пчеле собирает нектар божественных смыслов, соединяющийся в единый смысл о божественной сущности. И вот этот единый смысл, единое тело из многих членов и является полезным для созерцания херга. И в этом смысл нашей жизни земной, где мы смотрим телесными чувствами, где мы читаем и собираем вот эти логусы как пчела для того, чтобы потом эти все логусы, которые мы собираем, но еще не видим, не понимаем их духовного смысла, но мы их только собираем, чтобы потом они прояснились созерцами. Но собранный смысл о сущности остается пустой сотой, не наполненной медом, до тех пор, пока соты не будут принесены Богу для понимания их, для наполнения их медом при мудрости божественной. И когда подвижник уединяется в кель для сокровенной молитвы сердца, то он сосредотачивается на собранном смысле о сущности и, отрешаясь от дискурсивного размышления, устремляет свой взгляд на сущность, не видя самой сущности. Вот прекрасная фраза, мне очень нравится, цитата из Марыс Хака. «И на крыльях веры душа возносится над кругом видимого мира и, как пьяная, постоянно пребывает в изумленной мысли о Боге». Вот здесь как раз используется термин «техра», который говорит о душевном уровне – «изумленная мысль о Боге». То есть здесь, собрав вот это, как пчела, собрав вот это вот все о Боге, мы находимся во время молитвы в некотором душевном изумлении. И простым взиранием и прозрением без видения самой сущности она приучает ум смотреть на свое тайное пребывание в созерцании херга. Божественная сущность непостижима для ума, ее невозможно увидеть или помыслить о ней каким-либо помыслом или воображением, но можно лишь исследовать ее во время откровения при духовном изумлении, уже темха – духовное изумление, созерцание херга. А во время душевной молитвы он сосредотачивается на простом духовном смысле о сущности, подчеркнутом во время чтения Писания или там трудов отцов и исследует сущность не в духовном изумлении, а как бы в изумлении терха. Вот это очень интересный термин «как бы» – изумление, который у вас в третьем томе встречается несколько раз. Всякий раз, как только ум желает воззреть на онную сокровенность, она уклоняется от него по причине ее непостижимости. Поэтому он исследует онную сущность как бы в изумлении. Когда он говорит «как бы», это значит, что он еще пребывает на душевном уровне. Но как бы в том изумлении темха, в котором он будет во время духовного изумления. Помните, у нас недавно были такие случаи еще, когда мы 32-35 слова второго тома разбирали, там тоже было это «как бы», которое тоже указывает на отобраз того, что будет выше на духовном этапе. Да, это очень здорово, что вы заметили. Да, потому что сущность сама не ограничивается естественным образом ни видением, ни умом, ни помыслом. То есть ее можно не увидеть, ни умом не постигнуть, никаким помыслом. Вот, дальше. Здесь вот я немножко остановлюсь на этих двух терминах. Значит, я раньше говорил об изумлении как признаки духовного созерцания хермы. И, в принципе, получается, так и остается. Но одно дело изумления темха, которое имеет техническое значение, означает переход ума на уровень духовного созерцания херга. А другое – термин техра, который тоже означает изумление, но на душевном уровне, когда погружается ум в созерцание херга. Душевное изумление возникает также как следствие духовного изумления, когда ум после обретения опыта духовного созерцания возвращается на душевный уровень и пребывает в памятовании состояния духовного изумления. И вот это наиболее часто можно встретить в текстах Марыс Хака, когда он говорит о техра на душевном уровне, о душевном изумлении после возвращения, значит, после возвращения, значит, пребывания на духовном уровне. Вот я помню, читал тексты, когда он говорит, и вот про святых описывает, которые видят земные вещи и, значит, пребывают в изумлении. И я удивлялся, как можно одновременно пребывать в изумлении и видеть земные вещи. Я не мог это понять, мне это было непонятно. Но когда вот вы разграничили вот эти два разных изумления, то я увидел, что, оказывается, перед этим он описывает святых, которые были в духовном изумлении из темха, а потом после этого видят весь мир в изумлении душевном. Понимаете? Да, это очень здорово. Это, правда, проясняет. Очень проясняет. Потому что до этого я, честно говоря, был в недоумении. Дальше. Да, я вот тоже, да. О душевном изумлении Марий Сад говорит также в смысле произвольного отрешения ума во время чистой молитвы от всех помыслов, кроме единой мысли о Боге. В этом делании ум уподобляется духовному состоянию изумления, уподобляется как бы в изумлении, и пребывает как бы или словно в изумлении темха. Вот он говорит, молитва есть не только повторение слов, но и то движение, которое пробуждается в глубинах ума по отношению к божественному бытию. Благодаря постоянной мысли о нем по временам пробуждается разум, взирая на него словно в изумлении. И соединяются движения его с духом, и неизреченным образом созерцает он его близко. То есть сначала он взирает во время молитвы словно в изумлении на душевном уровне, а после этого соединяются его движения с духом. И он уже неизреченным образом пребывает в духовном созерцании. Вот смысл этой мысли Марыс Хака. Благодаря созерцать ума на божественные сущности, ум как бы взирает на нее, не видя самой сущности, и пребывает в чистоте молитвы от всякого помоста. А из чистой молитвы ум восхищается в благодатью подлинной духовной молитвы в Боге, в которой прекращаются прошения душевной молитвы, и разум пребывает в совершенстве любви. Но подлинной молитвой Марыс Хак называет духовную молитву. Тут он говорит, подлинная молитва есть ощущение, бывающее в Боге, с которым разум пребывает не через прошение, но в совершенстве любви, и которое возникло не потому, что он просил чего-либо у Бога в молитве, но по причине того, что устремлял свой взор к его сущности на душевном уровне. Ибо по причине того, что есть у нее по естеству, по причине всего самого он исследует ее как бы во зрении мочей, в изумлении техра во время молитвы. То есть, видите, в изумлении техра во время молитвы на душевном уровне. Понимаете? Вот здесь вот очень помогает вот это вот разграничение техра и темха, двух терминов для изумления, очень помогает. Дальше. Душевная молитва совершается с целью просветления умоведения. Когда душевная молитва достигает чистоты, то он непреклонно сосредотачивается на единой мысли о Боге. Однако эта мысль представляет собой лишь взирание ума, лишенное понимания. А когда ум просветляется святым духом, то мысли о Боге становятся непрестанной духовной мыслью о Боге, наполненной неизреченным смыслом и пониманием. И тогда мысль о Боге становится непрестанной духовной молитвой. Цитата. Просветленное созерцание херга о Боге является целью молитв. Или скорее источником духовных молитв, в котором сама молитва становится духовной мыслью о Боге. Здесь имеется в виду, что когда через душевную молитву ум восхищается над духовным уровнем, то совершается множество духовных молитв, в котором эта молитва и есть духовная мысль о Боге. В просветленном созерцании ум непрестанно движется в единой духовной мысли о Боге, который не только просвещает ведение, но и приносит блаженство духовного ощущения, радости и веселья, созерцания вечной славы Господа. Вот здесь о радости и веселье. Это разные вещи. Одно дело, когда Мар-Ис-Хак говорит о душевной радости, а другое о радости и веселье или опьянении на духовном уровне. Это я просто для сведения говорю. Это ангельское духовное движение Мар-Ис-Хак называет непрестанным словословием Бога и молитвой словословия. Блажен ум удостоившийся погружением непрестанное созерцание Херга о Боге. Вот видите, опять блаженство погружению, о том, о чем говорил Иосиф Азая. И движение мысли по его тайным. Это уже как бы погружение на духовный уровень. Видите, опять же получается погружение на духовный уровень, на более высокий уровень. И мы же вообще, когда о сирийской мистике говорим, мы видим, что все восхождение – это погружение вглубь сердца. Да, погружение вглубь сердца. Да, погружение в более глубокое погружение внутрь себя и в поиске внутри себя в Царство Небесное. Исполняется на нем всякий миг сказанное «Господи, Ты исполнил сердце мое веселье». И что может быть более великим, чем то, когда человек непрестанно радуется Боге и на всякий миг славит его новым словословием. Новым словословием – это имеется в виду не то, что языком славит, а новым словословием духовным, которые вырываются у него от изумления темха. Видите? От духовного изумления и от радующегося сердца вместе с другими такими вещами, которые рождаются из этого источника, такими как молитва словословия. Вот здесь уже однозначно видно, что это молитва ангельского словословия на духовном уровне, которая возникает внезапно, непрерывно и непроизвоенно из глубины сердца, ставшего искателем духовных смыслов. Вот, честно говоря, когда я читал первый раз эту цитату, я не мог понять, о какой молитве он все-таки говорит, о душевной или о духовной. Но вот это уточнение одного слова изумления темха уже расстанавливает все на свои места. А иногда и без предварительного молитвенного сосредоточения во время чтения с рассуждением возникает благодатное прозрение в сокрытый смысл, и рождается молитвенное сосредоточение, устремляющее взгляд ума к единовидному созерцанию и на выполнение ума ведением этого смысла. Но это вот имеется в виду, когда читает человек, у него возникает созерцание херга. Эту цитату мы же раньше читали. Молитва, как мы видели в первой части статьи, не является созерцанием, ибо созерцание – это восприятие божественного откровения. Но по благодати она приводит к рождению созерцания, и потому молитва называется мар-эсхаком созерцанием. Он говорит, молитва же есть созерцание, свойственное душе, видите, хотя мы знаем, что созерцание – это духовное. И также он называет молитву лестницей и путем восхождения ума на небо. Это понятно. А когда он восходит на небо, то он пребывает в духовном созерцании херга, в котором молитва прекращается, но которую называют духовной молитвой, потому что она рождается из душевной молитвы, и без нее не может возникнуть. Из терминологических наименований одного другим, чем оно не является. Но с чем оно тесно связано, мы видим, что отцы часто дают наименование незреченным духовным понятиям по тем деланиям, с которыми они связаны. И в этой традиции наименований молитвенное сосредоточение само по себе не приводит к истинному духовному ведению, но оно приносит уму исходный материал для действия благодати. И просветление ума ведением в откровении от Бога через духовное созерцание херга. И потому молитвенное сосредоточение также называется Мар-Исхаком созерцанием херга, а точнее его деятельной частью. В этом состоит добродетель чистой молитвы. Вот я как бы подчеркнул, вот это сейчас привел к мысли о том, почему Мар-Исхак называет делание, вот это молитвенное дело на душевном уровне, созерцанием херга. Хотя в третьем томе он дает определение херга как духовное созерцание. Вот это я пояснил. Это очень здорово, да, когда херга соотносится с чистой молитвой, то есть с тем состоянием, когда помыслы не преодолены, когда они существуют, но они упорядочены. Да. Теперь смотрите. Вот, значит, вот еще хочу подчеркнуть такую вот мысль, кратцевую расскажу, что прежде чем подвижник умного делания приходит как бы к состоянию, когда он может долго пребывать в духовном созерцании херга, часами, а то и днями, да, он проходит этап так называемой сердечной созерцательной молитвы. На этом этапе он сначала встречается с кратковременными прозрениями и духовными созерцаниями херга, которые длятся совсем недолго, минуту, ну там 10 минут, и после этого он возвращается на душевный уровень. И получается, что вот он молится, допустим, час, там полтора часа, два часа, все время пребывает на душевном уровне, но в это время проносятся иногда вот эти духовные взлеты. И после этих взлетов он во время взлетов, во-первых, пребывает в состоянии духовного изумления, а когда он возвращается после них на душевный уровень, то он пребывает уже в состоянии душевного изумления, вызванного опытом, духовным опытом, который он только что пережил. При этом после этого молитва преображается. Она становится пламенной, горячей, чистой. Об этом часто тут можно встретить такие описания у Марыс Хак. Но бывает, что наоборот, он даже не в состоянии молиться после этого. Он просто становится на колени и пребывает в некоторой тишине и в некотором душевном изумлении и не может даже молиться в течение долгого времени, как говорит Марыс Хак. Мгновенно пронеслось, а после этого долго не могу прийти в себя. Поэтому на этапе, когда человек идет к этому непрестанному духовному созерцанию, здесь смешивается духовное и душевное. И поэтому порой бывает очень трудно различить, где Марс Хак говорит об одном, а где о другом. И он говорит, что от созерцания к созерцанию, от прозрения к прозрению. Постепенно приближается ум к тому, что называется уже духовным уровнем и непрестанным духовным созерцанием. И вот эта кратковременность на этом этапе, вот это надо всегда иметь в виду, когда делаешь переводы, чтобы понять, а где он говорит о том, что возникло вот это духовное созерцание, а где он наоборот возвращается к этому. И когда вот эти вот переходы Марыс Хак отписывает, то вот эти термины изумления, они как раз помогают в этом разобраться. Спасибо огромное, Виктор. Да, у нас, наверное, такого подробного синопсиса терминов, связанных с изумлением и связанных с разными этапами делания, которым Марыс Хак обозначает Герга, еще не было. Вот, и это ценный синтез, да, особенно то, что вы связали несколько способов, которые Саак Сирин использует для классификации мистического опыта. Да, с одной стороны у него есть разграничение чистой молитвы и духовной, с другой стороны есть разграничение разных видов изумления, и с третьей стороны, да, с третьей стороны есть разграничение телесного, душевного и духовного этапа, и с четвертой стороны есть описание вот этого делания Герга, которое то означает сосредоточение, то означает нечто более высокое, чем сосредоточение. И вот эти четыре столпа вы поставили в один ряд. Здесь действительно у нас выстраивается ясная систематика в сирийской мистике. Я же все время продолжаю с Алексеем Георгиевичем Дунаевым мысленно спорить насчет его тезиса о том, что систематики здесь нет. Она оказывается очень детальной. Я надеюсь, что мы с Александром, сданные нами в печать книги по Иосифу Хазае, покажем это у Мары Иосифа, еще более сложную систему. Но сложную, но при этом по сути простую, потому что из всех этих наборов понятий выстраивается очень простой путь к Богу, очень простое погружение. И ваша статья как раз ценный опыт систематизации. И она опровергает тезис о том, что Марыс Хак не систематичен. Он очень систематичен, но он избегает изложения своего опыта подряд от начала и до конца. Нужно знать особенности его терминологии для того, чтобы в разрозненных описаниях считывать эту целостную систему. Я хотел, знаете, что добавить? Вот когда вы на семинаре рассматривали третий том, там возник вопрос о четырех главах. Первые две главы и вторые две главы. И вот там есть такое. Приспиание живделаний относится к тем другим главам, которые остались нам из обозначенного выше. Значит, выше – это то, что было обозначено в жизни иноков. Среди них начальная глава труд, а превосходнейшее мышление. И вот я, так сказать, тоже сначала никак не мог понять, где труд, а где мышление. Вот теперь однозначно могу сказать, что к труду относится вот та деятельная часть погружения в созерцание херга, а превосходнейшее – это то духовное мышление, которое возникает при духовном созерцании херга. Да, да, интересно. И вот это слово «рынья», которое вы в вашем докладе переводили как мысль, да, это тоже пример термина у Исаака Сирина, который на разных этапах будет иметь разное значение. Как и в вашем докладе это хорошо было видно. Причем «рынья» может еще и относиться к привязанности к каким-то земным вещам, а может относиться к тому, что уже происходит на духовном уровне. Да, анализ терминологии Марас Хака – отдельная задача, грандиозная. И также с памятованием. Вот вы упомянули памятование, иногда переводят как воспоминание. Воспоминание – это воспоминание о чем-то прошлом, а памятование – это удержание сосредоточения мысли на чем-то, на чем-то одном. Вот что такое памятование о Боге, допустим, непрестанное памятование о Боге, непрестанная молитва – это вот есть памятование, когда удерживается ум на чем-то одном. И это памятование может происходить как в поле человека во время душевной молитвы, так и памятование уже силой духа, когда возносится на духовный уровень, и там уже Святой Дух держит в непрестанном памятовании о Боге. Поэтому переводить как воспоминание – это тоже неправильно. Да, я согласен. Мне слово «памятование» не очень нравится, и как раз вот здесь можно к вопросу Александра перейти в чате. Почему общедоступный язык не годится на все сто, когда речь идет о мистических предметах? И как раз термин «памятование» Александр упоминает как звучащий, не вполне повседневно, вызывающий трудности. Я помню, как Олег, участник семинаров наших с Менахимом Егломом, где мы сравниваем сирийскую и еврейскую мистику, но и вообще постоянный участник проекта «Место встречи», тоже задавал вопрос. Он говорил, что слово «воление» его смутило, но которое получается, наверное, можно найти его в корпусе, но оно скорее как неологизм прозвучало у меня, потому что хочется разграничить в самом деле воспоминания и память как активное делание. Когда ты направляешь мысль о Боге, память о Боге – это не воспоминание о чем-то, а это постоянное сосредоточение здесь и сейчас, во всякой ситуации. И как мы помним, для Исаака Сирина «досветится имя твое», для него это означает не прославление имени Бога поступками, как для Федора Мапсуистийского, а для него это отделение в своих мыслях постоянного пространства для Бога, становление храмом Бога через памятование. И это как раз активный процесс. Точно так же и в случае с «волением» мне хотелось разграничить волю как желание и волю как усилие. И отсюда этот термин «воление» возник. И тут, конечно, возникает вопрос, в какой степени нужно создавать или использовать термины старой литературы, в какой степени нужны термины использовать бытовые и повседневные. Но вот я позицию Александра Прображенского сегодня излагал, что на его взгляд важно, чтобы человек, сталкиваясь с мистическими текстами, понимал, что здесь свои правила игры, что привычные представления здесь могут оказаться недостоверными. С другой стороны, наверное, иногда мы бы обошлись без консервативных терминов, но есть большая традиция перевода святоотеческих текстов, которая, большая часть этих переводов была создана в 19 веке, в начале 20-го, и язык этих переводов, как и язык синодального перевода Библии, довольно консервативный, консервативнее, чем многие памятники русской литературы того же времени. У меня все не уходит из главы замечание Михаила Селезнева о том, что язык синодального перевода в чем-то консервативнее языка Пушкина. Но при этом есть удобные термины, которые можно использовать, и трудно бывает понять, как от них отказаться. Я все время, когда мы с студентами переводим сирийские тексты, и у нас встречается слово «пума», «рот», и там, когда речь идет о том, что человек отверз уста, я не представляю, как перевести «открыл рот», «открою рот» и наполнится духом, не скажешь «отверз уста моя», я не представляю, как можно изменить эту ситуацию. Может, понадобится лет сто навыковывания нового языка, но это нужно, чтобы кто-то его выковал. То есть, получается, что мы в любом случае будем в некотором смысле находиться в плену старой литературы, когда такая традиция выработалась. И еще интересно, что часто для перевода текстов мистических, например, для перевода тех вещей, которые не имеют ясного аналога даже в известной традиции, бывает, что латинизм очень хорошо подходит, но они режут слух. Вот, допустим, Афнимаран упоминает о том, что, значит, вот мы как-то разбирали его изречение, что слово «творец», то есть божественный логос, устроило человеческое слово не в своем веке, то есть в нашей земной реальности, таким, что оно нуждается в органе языка и нуждается в сложности. А подлинный век слова – это будущий век, когда оно будет пребывать в молчании. Подлинная стихия слова – это молчание, по мнению Афнимарана. И вот мы разбирали арабскую версию этой главы, и там говорится о том, что слово в нынешнем веке вращается, обращается посредством органа. И хоть, сказать, циркулирует, но это слово, оно вызывает коннотации не те, неподходящие. Но обращается, обращается посредством органа, звучит странно, нужно вникает, нужно прилагать усилия для этого. Поэтому, пожалуй, действительно в мистических текстах мы вынуждены быть в плену языка. Ну, правда, вот книга Зогар, главный текст каббалистической традиции, который имеет такой ореол чего-то значимого, магического, или наоборот, некого тайного знания, которым многие занимаются, он написан на, даже не то чтобы на сложном языке, он написан на искусственном арамейском языке, на попытке подражать языку еврейских учителей II века, языку Шимона Барьохая, но при этом автор этого текста, предположительно XIII века, предположительно Маше де Леон, использовал и язык арамейских торгумов, библейских переводов, и язык вавилонского Талмуда. Это все разные изводы арамейского. И там есть некоторое количество испанизмов, некоторое количество гибраизмов. То есть текст безумно трудный. Когда читаешь русский перевод Зогара, тоже ты понимаешь, что спрофанировать невозможно этот текст, потому что просто сломаешься в попытке его понять, чтобы потом его спрофанировать. В этом смысле сирийские тексты, как они возникают в наших переводах, еще становятся более-менее ясными. Хотя вот у нас возникла идея, что можно переводить сирийские тексты, издавать их как в изданиях Талмуда. То есть вы можете нагуглить лист Талмуда, или кто-то знает. И там есть текст Мишны и Гемары, текст комментариев Раши и его учеников, тексты позднейших комментариев. Это такое многослойное оформление одной страницы. И мы подумали, что можно будет к переводам текстов-мистиков добавлять тут же пересказывающий комментарий какой-то, который бы то же самое излагал с какими-то комментариями и простыми словами, может быть, даже многосложными, более подробно. Но чтобы раскрывать все, что стоит за этим. То есть думается, что сирийских мистиков можно издавать по образцу Талмуда в виде многослойного чего-то. Мы так с Александром Преображенским-Афнемораном издавали в журнале «Библия христианской древности», когда это несколько текстов оригинала, несколько текстов-перевод, несколько уровней комментариев. Но вот именно чтобы к буквальному переводу добавлять рожевывающий перевод. Может быть, это решит проблему. К этому так надо. Честно говоря, хочется столько вопросов задать, и там каждый обязанност нужно обсуждать. Ну да, да, безусловно. Потому что это синтез того, о чем мы говорили два года последние, собираясь раз в неделю. Да, да. Да, то есть там... Просто прослушать, просто прослушать. Конечно, да. Особенно у Исаака Сирина, у него за каждый термин, за ним тянется очень многое. У Иосифа Хазаи есть хотя бы текст, где он все детально излагает. Есть его послание о трех степенях монашеской жизни, где он излагает все от жития в миру до обожжения в 150 параграфах. Есть его книга вопросов и ответов, где он тоже на вопросы ученика дает внятные, последовательные ответы. А у Исаака Сирина нужно вот тянуть эту ниточку, с любого конца можно ее потянуть, но потом нужно будет проделать весь путь. И как раз у Виктора получается, с одной стороны, проясняющий текст, с другой стороны, очень сложный, потому что каждый термин отсылает все равно к чему-то еще. Вот. Поэтому, да, здесь... Поэтому так трудно издавать тексты сирийских мистиков. У меня уже почти год, как готов, полный перевод третьего тома Исаака Сирина, но издавать его без перевода не представляется возможным. Ну вот на... Мы с Александром Преображенским комментировали новонайденные главы Иосифа Хазаи, и пока мы их комментировали, книга выросла в два раза, но вот сейчас мы вроде... Наконец-то мы ее сдали. То есть... Но без комментариев... Катехизис к третьему тому. Вот. Ну, не знаю, катехизис, приложение, еще одна какая-то, вторая часть, да. То есть... Но без этого просто эти тексты уйдут. Мне вот даже предлагали в Эксмо издать третий том, но я понимаю, что просто это будет камень, который утонет. Он не найдет читателя в этом случае, если его не прояснить. Вот. По поводу замечания, что отверзь уста это начал говорить, а не просто открыл рот, это понятно. Но буквально в том же... Если взять еврейский текст, буквально это открыл рот, но это означает начал говорить. Но это все к вопросу о том, Александр, да, что словесные конструкции, архаизирующие, они как раз-таки несут некий смысл, какой бытовой язык зачастую несет. А если брать... Если учесть, что сирийский язык очень богат на описание внутренних процессов, это тоже интересно. Там, если брать другие семитские языки, да, например, библейский, древнееврейский, то там ограниченное количество способов описать внутренние действия человека. Думать – это говорить в сердце. И вот, например, даже вот Гай Дойчер, типолог, который написал книгу про предложение в акадском языке про предаточный дополнительный. Подумал что, сказал что, увидел что. Акадский язык – главный язык или написан цивилизации. И он говорит, что лингвисту интересны глаголы. Типа подумал, типа сказал, предположил. И он говорит, что в акадском это почти все иналибьем кабум – говорить в сердце. Ограниченное количество слов для описания внутренних процессов. В сирийском их десятки этих терминов для описания внутренних процессов. Если думать, это говорить в сердце, а в административном процессе… Говорит в сердце. Говорит, сказал безумие, в сердце своем нет Бога, если это в древнееврейском. В акадском в основном иналибьем кабуму. Но есть еще глагол для совещания, размышления, но в основном говорить в сердце. А в сирийском есть даже там… Есть таритха, которая мысль, разумение. Есть раяна, разум. Есть два слова для ума, гауна и маада. Есть еще слово рэнья, мысль, которая вот сегодня была у Виктора. Есть слово гэрга, которое где-то размышление, а где-то сосредоточение, а где-то созерцание. И буквально это размышление. Но вот Виктор показывает, и мы на семинаре тоже это показывали, что гэрга – это не размышление в бытовом смысле, а в сосредоточение и созерцание. Но при этом в текстах этот глагол, значит, глагол грах означает и размышлять о чем-то в плане дискурсивного мышления. То есть терминов очень много. Это очень красиво, что язык сирийский, да, что арамейский язык обрел через несколько поколений теологов, переводчиков, через деятельность в Эдесской школе в пятом веке, через деятельность Несибинской школы, через… Ну, и там много можно говорить о переводческих усилиях, академических. Арамейский язык стал приспособлен для того, чтобы абстрактные идеи очень высокого уровня выражать. И потом уже, когда возникло великое переводческое движение в аббасистском халифате, сирийцы стали во многом во главе его. Хунаин ибн-Исхак был лидером этого движения в девятом веке за счет того, что их язык классический сирийский был приспособлен к тому, чтобы передавать многие вещи с греческого, выражать их абстрактно. Да. Вот. И… Но при этом очень трудно тем самым переводить без комментария. То есть, комментарий в этом случае потребуется. И вот, если говорить о терминах, опять же, вот отец Андрей задает вопрос. Человек, испытавший явление божественного света в сердце, свидетельствует, что переживание во время созерцания наилучшим образом описывается русским словом благоговение. Как описывают чувства благоговения и сирийские мистики. И вот тут тоже мы сталкиваемся с такой трудностью, что есть у нас термин для благоговения в сирийском, есть у нас слово кхид, слово кхид, но это краткое прилагательное, он благоговеен, кхида, он благоговеен, он почтителен. И от него соответственно абстрактное имя кхи-зу-фа, которое означает почтительность, благоговение. И еще есть кни-ху-фа, скромность, благоговение. Но эти термины не так часто употребляются сирийскими мистиками. Употребляются, но не на каждом шагу. Не как тагра или тегра и не как тимха ума-рысхака, не как размышления. Но при этом чувство благоговения ими описывается, хотя зачастую без соответствующего термина. И первый том Исаака Сирина открывается фразой дыхлаф аллаха, которая, дыхлаф аллаха, на восточно-сирийском произношении, страх божий. И при этом для него... Очень сильно похоже на арабское произношение. Аллаха, да. Аллаха, это бог. Да, как... Да, это... Сейчас, то есть, вот это у нас будет... Это арамейский бог, Аллаха. Восходит он... Видно эту часть доски? Давайте я сотру просто все. Видно, да? Восходит арамейский бог, к слову илах. Ну, вот это вот, это артикль арамейский. Вот илах, который, который арабский илахун, да, который, да, ну, с артиклем это будет аллаху в арабском. И отсюда, и отсюда еврейский эллох, который элогим, да. Там тоже в еврейском будет сверхкраткий из-за выпавшего. Элогим, но им это показатель множественного числа, да, в еврейском слову бог множественного числа. илах, да, илахун арабский без артикля, и аллах, ну, здесь этот краткий выпал и в еврейском, и в арамейском, и был заменен вторичными гласными для того, чтобы удержать гортанную смычку. Вот. И, значит, страх божий с этого начинается первый том Исаака Сирина. Дехлаф Аллаха, который рождается от веры. Там Марыс Хак дает аллюзию на Ивагрия, не называя его именем. Ну, и, конечно, все это восходит к библейскому началу мудрости страх Господень, и для него страх Божий в данном случае это как раз благоговение. Ну, русское слово благоговение подразумевает опасение переступить границу в своем почтении, да, опасение совершить что-то дерзкое, опасение нарушить границу священного. И это благоговение у сирийских мистиков на разном уровне описывается. Когда Исаак Сирин открывает свой первый трактат первого тома, он связывает страх Божий с тем состоянием, когда человек удерживает свои рассеянные движения внутренние, удерживает их от притяжений внешнего мира. Он не дает внешнему миру утянуть эти движения. Он сосредотачивается, создает для них ограду, как раз то, о чем Виктор подробно говорил сегодня в связи с тем, что Марес Хак называет чистой молитвой. Когда человек не встает выше движений, но когда он создает ограду для них. Исаак Сирин подробно это описывает. И для него страх переступить через ограду, страх перед божественным присутствием впустить что-то внешнее, даже не страх испачкаться, не страх искверниться, а это предстояние перед Богом, когда возникает что-то внешнее и ты отворачиваешься от него, ты чувствуешь огорчение. Это отношение к Богу, основанное на любви. Это страх, вот я бы даже сказал, не страх ребенка перед родителем, это страх утратить чистоту этой любви, страх огорчить того, кого ты любишь. И начинается он с того, что человек пребывает в сосредоточении, он учится этому самому памятованию о Боге, постоянному предстоянию. Но дальше, когда Исаак Сирин или другие сирийские мистики описывают опыты более высокие, там это благоговение снова усиливается после каждого нового этапа духовного опыта. И вот Виктор говорил сегодня подробно о разных откровениях, когда человек обретает прозрение в чистоте сердца, и затем, когда божественная сила ведет его молитвы, и наконец, когда она охватывает его всецело, человек в разной мере постигает божественную любовь. И для Исаака Сирина вершина это проживание неизменной и предвечной божественной любви, опытное ее проживание. И для Исаака Сирина это переживание любви, и чем в большей мере оно тебе открывается на том или ином этапе, из тех, о которых Виктор говорил сегодня, тем больше ты боишься погрешить против этой любви. То есть получается, что предстояние перед любовью усиливает твое благоговение. У тебя есть страх переступить, сделать что-то недостойное этой любви. И отсюда убежденность Исаака Сирина, как он в 11-м трактате 3-го тома говорит, ради слабых не будем скрывать величие нашей веры. Что он имеет в виду? Мы не будем скрывать то, что Бог милосерд из опасения того, что кто-то понадеется на милосердие Божие и решит, что можно делать все, что он хочет. Для Исаака Сирина, когда человек испытал божественную любовь, его благоговение не позволит ему тем более согрешить. Он побоится согрешить против этой любви. По его мнению, чем больше человек постигает божественную любовь, тем меньше он будет способен грешить. Но при этом он понимал, что если рационально принять идею божественной любви, смотреть на Бога не как ты, перед которым ты предстоишь, а как на объект, не пережить, не пережив эту любовь, тогда наоборот благоговение может разрушиться. Тогда мысль о божественной любви может человек расслабить. А опыт переживания любви человека наоборот побуждает не поступать, не делать что-то против Бога, потому что ты поражаешься красоте его любви. То есть чем больше человек обретает опыт в предстоянии любви, тем больше его благоговение, как страх нарушить эту самую границу. При том, что Марасхак не использует в данном случае термин «кхи-зу-са» или «кни-ху-са», но очевидно, что идея благоговения у него здесь выражена. У него постоянная, ну, на самом деле, идея благоговения выражена в идее сосредоточения, потому что ведь он сосредотачивается не ради сосредоточения, для него-то цель это сам Бог, переживание его, для него цель это встреча с Богом, в конце концов. Да. А правильно ли я понимаю, что тогда вера это произвольное накопление вот этих предстояний и ощущения этой божественной любви, то есть вот именно когда человек предстает раз за разом перед Богом и накапливает вот эти душевно-духовные состояния божественной любви, вот тогда вера появляется. Ну вот как раз первый трактат первого тома начинается с того, вот он продолжается, что начало добродетели, страх Божий это начало добродетели, овсеивается он через веру, как говорят, говорит Марас Хак, и это он как раз отсылает к Евагрию, но тут получается, что вера, да, получается, что начинается все с веры, но ты, вот я все вспоминаю про формулу Кати Хан, нашей постоянной участнице и сотрудница лаборатории, она очень хорошо это изобразила, то, что в вере ты получаешь сразу все, но потом это раскрывается, то есть ты в вере получаешь все сразу, но 99% того, что ты получаешь в вере, ты не проживаешь, мистический опыт это проживание этой самой веры, с которой ты начинаешь, который служит для тебя отправным пунктом, и в этом смысле не то, что сначала ты через творение открываешь для себя, Бога, а потом ты после естественного откровения получаешь сверхъестественное, ты, вера в данном случае создает тебе твой путь, через который ты и приходишь к очищению сердца, а в нем ты яснее видишь творение, я просто вот все вспоминаю критику Бартом, идея естественного откровения, что можно узнать о Боге нечто из природы, а есть некая надстройка в виде сверхъестественного откровения, что создается через Христа, что дается через Христа, и Барт стремился, ну, Барту, да, в связи с его, в связи с идеями исповедующей церкви, было важно показать, что в христианстве есть опасность заменить откровение Христа неким откровением естественным, а где природа, там и раса, и в конце концов можно найти идеологический фундамент для построения национальной церкви, чего Барт боялся. И он говорит, христианство должно замыкаться на личности Христа. Но в сирийской мистике такого не будет, потому что путь начинается сразу с веры. Вера задает тебе тот путь в очищении сердца, в котором ты зришь творение, и в котором ты получаешь прозрение. Но получается, что вера начинается как нечто полурассудочное, полуинтуитивное, да, а в мистическом опыте вера становится переживанием божественного присутствия, да, в котором, вот мы разбирали слово о вере и знании, которое Виктор сегодня цитировал. Вот для Марасхака получается, что вера побуждает тебя делать рискованный шаг в надежде на Бога. И в этом, наоборот, ты в надежде на Бога утверждаешься. Без шага ничего не будет. И это любимая идея Исаака Сирина, что начинаешь с чего-то смешанного, с чего-то неидеального. Ты начинаешь с нечистой молитвы, то есть молитвы, которые примешаны твои мысли, твои желания какие-то смешанные с ней. Ты начинаешь с веры полуинтуитивной, полурассудочной, полуусвоенной из катехизиса, но именно через цепочку шагов человек обретает опыт, который приводит его к чистой молитве, который приводит его к чистой вере. Через цепочку шагов он начинает чувствовать божественные действия. Вот в этом мысль Марасхака. мистики описывали ситуацию, когда была цепочка не вера, естественная откровение сверхъестественное или чистая вера, а сначала естественное откровение сверхъестественное, а потом человек говорит я верю. Были такие ситуации? Ну, когда мистик описывает встречу с Богом на духовной степени, у него на самом деле свою встречу с Богом мистики описывают как состояние, в котором они не осознают уже творение и в котором они не различают субъекта и объекта даже. То есть, человек не рефлексирует на этом этапе, что он верит. Когда речь идет... То есть, они же говорят о телесной степени, о душевной и о духовной вслед за Иоанном Апамейским. Телесная степень связана с соблюдением предписаний, в первую очередь, с достижением к освобождению, к стремлению к освобождению от страстей. Душевный уровень это работа сердца на том этапе, когда человек проделал часть работы по преодолению своих страстных порывов. На душевной степени Исаак Сирий написывает множество этапов этой степени, как и Виктор хорошо показал, и как мы на семинарах это видели в разных его трактатах. И сейчас мы не будем вдаваться в подробности этих этапов, но переходом от душевной степени к духовной оказывается то состояние, когда уже не Бог отвечает на некие человеческие усилия, на некую человеческую решимость, а божественные силы охватывают человека всецело, и его опыт оказывается выше естественным. Это духовная степень для мистиков, и в целом это для них работает одинаково, хотя разные мистики по-разному могут границы степеней проводить. И на духовной степени человек не рефлексирует, верит он или не верит, для него это уже опытное знание о Боге. Опять же, Исаак Сирин говорит, что есть три степени знаний. Что? Опытное знание о Боге с момента рождения или в процессе учения. Получается, что это в момент встречи, когда Бог открывает себя, то есть, когда человек испытывает божественные действия, когда действие духа проявляется в человеке, но мистики описывают это так. И в этом состоянии можно сказать, что Исаак Сирин не различает веру и знания. То есть, он описывает веру как решимость, и он описывает веру и как решимость человека, еще не достигшего этой встречи и как состояние человека, обречего эту встречу. Он описывает несколько этапов знания, знание рациональное, которое человека пугает, потому что для него путь этот оказывается... Вот мы говорили на семинарии, в экс-либрисе нашей встречи об этом говорили. И в принципе эта идея для Исаака Сирин очень важна, когда человек решается, перешагивая через свой страх, через свой рациональный расчет. Это путь веры. Но и встреча с Богом получается, что эта реальность веры уже несомненная. И вот одновременно есть знание рациональное, через которое человек перешагивает его рациональный расчет. Есть знание от научения, которое помогает человеку в его сердечном труде, которое помогает человеку в делании хрга, вот о котором говорил Виктор, как в предельном сосредоточении. Исаак Сирин описывает эти техники, как человек через священное писание достигает стирания внешних ненужных, не тех памятований, и как он достигается средоточения. И, наконец, знание, как опытное познание Бога, как единство с ним, как даже не просто созерцание, а высшее созерцание, потому что тоже несколько этапов созерцания, говорится. Есть созерцание творений, есть созерцание беспредпосылочное Божьего творения, прозрение относительно творений, с которого человек начинает созерцательный путь. И есть зрение божественного света, о котором говорят мистики. И вот получается, что духовная степень это то самое созерцание самого света. И здесь вера и знания не противопоставляются для них. для веры, да, вот в том-то и дело, что с одной стороны терминов много, а с другой стороны мистики могут одни термины использовать в разных значениях. Да, вот для веры используется термин хай ма ну са это заимствование из еврейского, это заимствование из еврейского хай мин, и это форма от корня алиф мем ну, которая означает быть стабильным, быть твердым. Мин я, мин. Нет, я по-еврейски они или анахи, вот это каузативная порода, каузативная, то есть выражающая побуждение другого к некому действию. Есть накормить, да, и вот корень алиф мем нун означает быть стабильным, интересное слово няня образовано от этого же термин, то есть тот, кому можно доверить, да, и ахай мин означает он сделал стабильным, то есть признал стабильным, то есть вера это опора, вот Мартин Бубер в связи с в работе два образа веры, в связи с термином хай мин, да, и собственно термин эмуна в связи с ним он говорит о вере как доверие, о вере как слышание Бога, в отличие от европейской веры видения, то есть признания положений, вот, но это не только доверие, это признание чего-то твердым, и в этом смысле это в этом смысле в вере вот в этом еврейский термин хай мин подразумевает, что в вере человек находит опору, и это мысли Саака Сирина тоже, то есть в слове хаймэнуфа и глагол хаймен верить уже это не считывается, это заимствование из еврейского по-арамейски будут другие термины, там истинно по-арамейски будет шрара и тоже означает нечто стабильное, нечто твердое, есть слово ашар делать, считать достоверным, верить, и это слово как слово паразит существует в современном арамейском языке Турою, в рассказах информанты говорят ашир, то есть поверь, по-любому, да, это так, вот, ну а так слово хаймануса уже в нем не считывается напрямую значение еврейского хаймин, но еврейский хаймин означает считать нечто твердым, находить чем-то опору, и слово амен отсюда, да, который аминь, отсюда же тот же самый корень, вот, то есть для хаймануса слово хаймануса может означать веру на разных уровнях, точно так же, как сегодня я говорил, слово и за и за знание тоже обозначает и то знание, которое пугает страхом последствий, бытовое знание, профанное, и знание от научения в процессе, когда учитель наставляет ученика, и знание, как опытное приобщение богу, что, конечно, служит главным предметом интереса для сирийских мистиков. То есть в данном случае термин один для многого, и тут важно понять, о каком этапе идет речь. То есть с одной стороны сложная терминология, с другой стороны многозначные термины, и мы еще на семинаре коллекционируем даже взаимопротивоположные термины, когда у Исаака Сирина одно и то же слово означает и нечто негативное, и нечто положительное. Допустим, есть такое слово, мне оно очень нравится, оно очень такое громоздкое, торжественное и скороговорчатое, шраг, шраг, раг, ята. Вот шрага это лампа, а шраг, раг, ята это фосфены, вспышки, которые в глазах остаются от взгляда на яркий свет. И для Исаака Сирина это, разумеется, то, что отвлекает человека от молитвы, и одновременно это, когда он говорит о том, что человек думает о будущем веке и совершает, это побуждает его на некоторый риск, побуждает его вступить на путь мистического опыта. Вот как сегодня Виктор сказал, и вот мы на прошлых семинарах тоже отмечали моменты, где Исаак Сирин описывает переживание некого опыта, используя термины более высокой ступени для более низкого уровня, чтобы показать переживание как бы в залог. Вот сегодня у Виктора еще был такой пример, хороший, как бы в изумлении для нашего. Исаак Сирин может использовать, говоря о более низком уровне, термины более высокого уровня, чтобы показать, что человек на своем мистическом пути какие-то вещи усваивает предварительно как бы в залог, как бы в типосе, как бы в образе. Вот мы на позапрошлой встрече читали текст, где Исаак Сирин описывает о том, что человек как бы приближается ко Христу на душевном этапе. Он описывает еще не встречу с Божественным светом, но уже про прозрение, которое описывает ему нечто большее. Это вот очень интересная особенность Исаака Сирина, которая укоренена в большой традиции представления о мире как о школе, в котором человечество и ангелы проходят обучение. Вот сейчас я договорю мысль, то есть вот с одной стороны Исаак Сирин использует одни термины для разных этапов, с другой стороны он может для более низкого этапа использовать термин из более высокого этапа, иногда добавляя слово «как бы», а с третьей стороны он, говоря о начале мистического пути, может использовать слово «фосфены», «вспышки», «морок» у Аверинцева есть перевод этого термина, говоря о мыслях о будущем веке. Будущий век, в котором Бог будет все во всем и не будет высшего и низшего ни учителя, ни ученика, да, и будет во всем божественное постоянство, переживание этого будущего века, переживание эсхатона, это мистический опыт очень высокого уровня для мистиков. И человек, когда он только встает на мистический путь, он не может еще этого опыта иметь, он имеет его рассудочно. Это тоже важно. Федор Муссоисийский говорит о том, как важно общение людей, будущий век запечатлевать в жизни здесь и сейчас. Это очень важно. Будущий век как мера этики. Даже, получается, не Бог, о котором мы ничего не знаем, служит мерой этики, а будущий век, эсхатологическая реальность, какой она описывается в Писании, в которой будет равенство и любовь людей, она служит мерой этики в социальных отношениях сейчас. Это тоже важный рассудочный этап. Но когда мистик стремится к встрече с Богом, он с этого рассудочного этапа, на котором он о будущем веке думает только в качестве шарарьята, в качестве некоторых своих представлений, правильных, но не связанных с опытным переживанием, он отсюда делает шаг решительный к духовному деланию. И получается, что Исаак Сирин говорит, что вот он через свое воображение о будущем веке начинает свой труд. Получается, что он, в данном случае, термин воображения, фосфены и морок использует в положительном смысле как начальное представление о великой тайне будущего века, которая побуждает человека к шагам. Исахдон, то же самое, современник Исаака Сирина, старший, тоже у него есть термин Шагарьянтов в похожем ключе он использует. И мы уже порядка двух десятков таких терминов собрали, когда у Исаака Сирина используется один и тот же термин в положительном ключе и в негативном ключе. Так что с терминами в принципе ситуация очень сложная и достойная изучения. Мы выделили три категории терминов, с каждым из которых получается нужное знание, к чему он относится. А четвертый еще столб здесь, та самая четвертая ножка, которая на самом деле стулу не нужна, по мнению Ницше. Он говорит, что на трех ножках стул будет держаться лучше, чем на четырех. Это он, там у него есть размышления в этой самой, в человеческом, слишком человеческом, что лучше отказаться от одного таланта, чтобы было надежнее. И вот здесь четвертая ножка, ненужная, но имевшая место исторически. Это их язык загадок, в котором они термины так накручиваешь, что сразу не придерешься. И с одной стороны, это было нужно для упражнения ума читателя, а с другой стороны, чтобы кому не надо, сходу не поняли. Потому что, как мы часто вспоминали, мистики находились в ситуации непростой, когда была опасность доноса, и в принципе последствия были довольно радикальные, но если тебя выгнали из монастыря, или если твои книги не будут переписывать, их хранить в библиотеках, то в отсутствие интернета это довольно болезненные последствия. И в общем, это четвертый столб связанный с терминологией, это еще их тайнопись и нумерология. Что эти тексты? Какое-то лучшее слово? Название? Для всех этих текстов? Я вот ищу, потому что восточно-сирийская мистическая традиция, пергромоздка, и каждое слово требует пояснения. Она сирийская, но не сирийская, потому что это не совсем Сирия, а скорее Миспотамия. Да, почему восточно? Еще все через дефис пишут восточно-сирийская, а с этим все время ты правишь. И что такое мистическое? Я выбрал как-то термин та-тагурта, который означает торговля, которым мистики обозначали свое делание. Да, то есть оно буквально означает торговля, потому что, потому что, ну, во-первых, это намек на покупку жемчужины евангельской, и, во-вторых, это принцип, которым часто следует мистики из любого обстоятельства извлекать опыт, из доброго или злого, делать его дверью к свету. И это ассоциировалось у них с торговлей. То есть, как предприниматель подстраивается под ситуацию, чтобы получить прибыль, так и мистик стремится получить прибыль, в смысле свет, извлечь ее из любой ситуации, хороший или добрый. Поэтому, если в хозяе говорит об искусственных купцах, которые найдут правильный путь, там, Исааку Сирину, когда он был молодым еще, наставник говорил, что вот опытные люди из любой ситуации пользу извлекут. Я не понимала до конца притчу о недобросовестном... Да, этим самым... Да, неправильный управитель. Можете еще раз пояснить, все-таки, какой, какой, как раз был положительный или отрицательный? То есть, если Господь говорил, вот смотрите, если уж человек так сделал, но по сути он сделал... То есть, Господь обращал внимание на неправильного управителя в положительном ключе, насколько я понял, да, если ваше слово. Но человек сделал, по сути, свои вещи-то нехорошие, и тогда вот у меня... Да, у меня здесь не возникает диссонанс, какая-то возникал, но помнится... Есть книга замечательная, это уже, наверное, редкость библиографическая, думаю, что онлайн доступна. Лезов Тищенко «Канонические Евангелия». Вот, там четыре Евангелия в переводе Валентина Кузнецовой с комментариями, вот там очень интересные комментарии к каждому Евангелию, Сергея Лезова и Сергея Тищенко. Вот, Тищенко, наверное, по-русски правильно говорит, и там очень интересные, о притчах, они короткие, очень емкие, там показано, как Христос, в принципе, парадоксальные образы использовал. То есть, это ведь не единственный пример, а притча о докучливом друге. Да, он пришел, говорит, ко мне пришел друг, дай мне хлеба. Говорит, я уже лежу на постели с детьми, я свою семью не потревожу. А тот ему все равно стучит, ну дай, пожалуйста, мне хлеба. И он за его неотступность встает с постели, да, и дает ему хлеб. Там недавно была какая-то дискуссия, что религиовед один сказал, что в Библии не упоминаются коты, и Андрей Десницкий написал, а как же, за его неотступность даст ему сколько просит, разве это не о коте? Он эту притчу вспомнил о докучливом друге. Вот, мне это очень понятная ситуация, да, у меня тоже есть такой неотступный кот. В общем, смотрите, он говорит, что... значит, притча называется «От окучливом друге», а книга называется «Канонические Евангелия». Вот. Перевод Кузнецовой, Валентина Кузнецовой, да, а комментарии там, точнее, комментарии и вступительная статья Лезова и Тищенко. Вот, того Сергея Лезова, который сейчас заведует программой «Христианский Восток» в ИШЕ, вот, ну и в принципе, я его очень часто упоминал в разных случаях, и в подкасте упоминал его. Вот, и, да, то есть, смотрите, молящийся сравнивается с наглым другом, который нарушает личные границы, который стучится в дверь, несмотря на то, что дети у него спят, да, среди ночи. А Бог сравнивается с этим самым человеком, который перешагивает через спящих и радостям детей и дает ему все-таки хлеб, хотя тут спросят. Или, а когда Бог сравнивается с неправедным судьей, помните, что был судья, к нему приходит «Давай, разреши мое дело», а она же ему ничем, материально, ничем ему полезно не будет, и он ее отфутболивает. И, однако, докучливая вдова настолько водоканала, что сказал, ладно, помогу тебе, лишь бы отвязалась. Бог сравнивается с этим неправедным судьей, и, в принципе, Иисус здесь использует принцип арвенитической экзегезы. Да-да-да, это принцип каль-ва-хомер. Да, Екатерина, до свидания. Спасибо. Каль-ва-хомер легкое и тяжелое, что если это так, то каль-ми-паче Бог сделает так. И вот с неправедным правителем он тоже не идеализирует его поступок. Он поступил по-хитрому, его решили уволить, и тогда он решил за счет своего господина разорить его, но помочь его должникам с тем, чтобы они потом тоже помогли ему продвинуться. Иисус говорит, если люди могут быть так изворотливы ради спасения, там, не знаю, ради своей карьеры, ради того, чтобы не оказаться на улице. Там, помните, он говорит ему, копать не могу, просить стыжусь. Очень жизненно он написал, да, если люди могут так извернуться, чтобы выжить, неужели вы не извернетесь ради небесного царства? И он говорит, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. То есть, сыны света оказываются недостаточно усердными, берите пример сынов века сего, будьте столь же смышленными в духовном делании. А дальше он говорит, приобретайте себе друзей неправедным богатством. То есть, деньги, ну, там, мамона неправедности, да, слово мамона арамейское, оно тоже от этого корня образовано, означающего стабильность. В общем, вера и мамона одного корня арамейского, да, и не араме, ну, в общем, слово мамона, оно того же корня, что и слово амен еврейское. Это, в общем, это некое имущество, которое неправедно по определению. Он говорит, приобретайте себе друзей им, то есть, используйте его должным образом. То есть, эта притча не оправдывает поступок управителя, а она показывает парадоксальную ситуацию, побуждающую человека к находчивости, к тому, чтобы его духовная жизнь была не рутиной, а чтобы она была дерзанием, чтобы она была риском, как об этом говорит Марес Хак, который возвращает в седьмом веке дух провозвестия, дух Евангелия, дух хождения по воде. И при этом Иосиф Хазайя этой притче сообщает еще мистическое толкование. Он же сам был домоправителем, согласный его житию. Хотя вот мне сказала коллега, что это слишком красиво, что Иосиф Хазайя похож на Иосифа Прекрасного, который был домоправителем у египтянина Патифара. Но тем не менее, согласно житийному источнику, он, будучи продан в рабство, стал домоправителем. И он говорит, что мистик становится домоправителем небесного отца. И он расточает его сокровища. Он сокровище бога, который он уже имеет как сын по праву сыновства. Он их раздает другим. И он их расточает немилосердно, но при этом не погрешает, а наоборот делает правильным образом, потому что богатство не источается. Я думаю, что вот это слово раббайта, начальник дома или домоуправитель, который Осип Хазай использует, оно, конечно, отсылало к этой притче. То есть Осип Хазай намекает на неправедного управителя, который расточает имение хозяина. Это рабба, это большой по-арамейски, ну и начальник. Раббайта, ну это просто в одно слово, а так это было бы раббайта, начальник дома, домоуправитель. Но это два слова следить в одно, и тут фонетическое изменение произошло, спирентизация не происходит. Раббайта, вот, по-еврейски раб это многочисленный, по-арамейски это большой. Раббун, это господь, господин, раббом, по-арабски. Вот, ну и в Акадском это слово есть родственное ему, в Акадском оно слово раббун, там основа раббии, но родственное ему в любом случае. В общем, когда Иосиф Хазай говорит про домоправителя, который расточает имение отца, раздает, он намекал явно эту притчу. Но при этом, если смотреть на буквальный смысл слова, то это один из парадоксов, который использует Христос, потому что он их использует часто. Ну, как я показал, в том числе отсылками к некоторым притчам, где Бог сравнивается с судьей неправедным, а где-то он рассказывает историю Архилая, который поехал в чужую страну, там, в Рим, получать себе царство и вернулся, и люди не хотели, чтобы он вернулся. Там вообще он Бога с Архилаем сравнивает. тоже, думаю, у слушателей были не в восторге от этого. Спасибо огромное. На этом тогда мы закончим. Субтитры создавал DimaTorzok